Всем привет! Это новости Турции. Если вы открыли подобное видео впервые, для вас я расскажу вступление. Меня зовут Галина, я живу в Турции. Я просто перевожу на русский язык новости, которые происходят у нас здесь в стране. Самые актуальные, свежие, горячие новости, которые вы не найдете в телевизоре. Это новости собраны, это прям выжимка, самый смак из новостей в интернете, твиттер, официальные новости в стране. На самом деле я рассказываю о том, что думают люди здесь в стране, что у нас здесь происходит и какие на самом деле настроения. Я не являюсь журналистом, это мой личный блог, так что давайте приступим. Внизу под видео есть ссылка, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих, актуальных новостей о Турции. Итак, как живет у нас сейчас страна за последние две недели после того, как прошли выборы, собственно, чем здесь люди интересуются. Знаете, если мы так по ощущениям, я сейчас попозже расскажу немножко про экономику. В общей сложности мало что поменялось из такого грандиозного, в принципе, что и следовало. У нас очень поменялся состав министров, поменялись абсолютно все ключевые позиции. Сформирован новый состав министров. Вы могли эти списки, кто теперь кем является, посмотреть в интернете, в телеграм-канале это все публиковалось. Я не буду это все перечислять, это не так важно. Если мы берем общую выжимку, то на ключевые позиции были назначены все равно приближенные люди из прошлой обоймы, которые уже работали в правительстве на других каких-то позициях. Вообще граждане очень сильно возлагают надежды, реально смотрела страна, следила за этим значением. Кто будет министром внутренних дел, внешней политики и министром экономики. Это самое важное. Все, конечно, думают об экономике, о стратегии, что сейчас с этим будет происходить у нас. Как и обещалось и прогнозировалось еще до выборов о том, что курс лиры будет расти. И прогнозы были, я вам напомню, в прошлых видео я говорила о том, что курс лиры поднимется до 28 лир за доллар к концу этого года, 23-го. Но на минутку сегодня у нас что? 9 июня. И курс сейчас уже 23 лиры за 1 доллар. Экономику, если мы берем, что через 2 недели все еще подорожает. Инфляция, продукты, бензин и все прочее. Кстати, сегодняшнюю ночь, прошлым вечером на сегодня поднялась стоимость бензина. В данный момент в Стамбуле в среднем стоимость литра бензина 23,93-97. Это стоимость одного литра. Поднялась стоимость на 2 лиры фактически. То есть большой скачок на самом деле. В других провинциях есть цены немножко другие, еще, в общем, от компании зависит и так далее. Но это средняя по больнице температура стоимости. Будем сейчас ждать повышения, естественно, всех плат на продукты питания, на жизнь, короче говоря, на нашу и на все прочее. Люди, конечно, не то, что прям в панике, знаете, когда буквально позавчера поднимался курс доллара, все, даже вчера, просто смотрели, знаете, в телефоне, биржу, и каждый говорит, смотри, 22 лиры, 22,60, 22,50, о, 23 уже. То есть условно это как вот, знаете, ощущение какой-то безотходности небольшой, что повлиять на процесс не можешь, остается только тебе наблюдать. И, по сути, как новость, да, передавать из уста своим друзьям и предвкушать, что сейчас у нас будет дорожать, короче говоря, что дальше с нами вообще произойдет и будет. Есть заявление туристов, я могу говорить, да, за Россию русскоязычных, которые говорили о том, что, о, в Стамбуле, вот сейчас, если в Стамбуле, туризм уже не такой дешевый, сейчас у нас здесь в среднем 1000 лир, это стоимость средняя на двоих людей покушать в среднем классе каком-то заведении, кафе, в ресторане, то есть есть дешевле, конечно, то есть нормально комплексно покушать, провести там ужин. Это пара из двух человек, да, я не беру там семью с детьми, еще как-то. Цена среднего бургера в ресторане, в кафе каком-то, это 500 рублей, цена ужина 4 тысячи примерно рублей. Про политику. Сейчас вопрос оппозиции, развалится она или нет, во сути, она уже как бы завершает свою работу, потому что стол пяти был создан, коалиция, это демократическая, к выборам, выборы прошли, проиграли, собственно, нет смысла дальше. Нам вместе держаться. Есть возможность формирования новой партии из ДжГП потихонечку, все скоро просто будет встреча, но потихонечку разбегаются об этом. Это сплетни на самом деле, да, не конкретные факты, потому что, ну, в общем, это естественный развол происходит, правильно? И говорят об укреплении, конечно же, мэра Стамбула, возможно, он объединит какую-то новую партию, появится демократическая, с кем-нибудь еще, например, с И-партией там объединение. В общем, посмотрим, какие-то перестановки будут. Она дала агентство информационное, про государственное, оно подало уже очередной иск новый на мэра Стамбула за то, что он в предвыборной гонке, в последний день там выборов, когда вообще выборы прошли, был подсчет голосов, о том, что он со сцены в прямом эфире сказал, что она дала обманщики, если так просто утрировать, да, не цитата, дают неверные данные, придерживают там проценты и так далее. Они за клевету подали на него иск. Ну, естественно, многим понятно, что это клепаются новые какие-то дела, чтобы его осадить и вообще отвести каким-то образом юридически статьями, наличием, например, судимости и так далее, от политической деятельности устранить его, потому что он все равно остается быть максимально, скорее всего, единственным весовым противником ведущей партии сейчас, ну, сильным, короче, за кем реально есть люди, которые за ним пойдут. То посмотрим, что будет дальше развиваться, как эта история про ложь информагентств, да, была такая тема, это на самом деле не только он говорил, кстати, если мы будем так брать, говорили другие политические деятели разных партий, публичные личности, потому что был разрыв большой в процентах, одни агентства публиковали одни проценты, другие в это же время разрыв там на 4-5 процентов, то есть информация реально по факту, да, она придерживалась, но найти, как бы, правда, кто был в этот момент прав, кто обманывал, если так можно выразить, да, как-то фальсифицировал, не до конца выгружал какие-то данные, не объективная была статистика на момент подсчета голосов, как бы, это загадка, это процесс проходил, да, сейчас ты одну публикуешь статистику, через 5 минут, но уже другой процент будет, уже что-то посчитали какие-то бюллетени. В общем, каких-то таких разборок, огромных посадок, закрывания ртов после выборов сейчас пока что не наблюдается, потому что все были сфокусированы на двух моментах, политическом, кто будет новыми министрами, все за этим наблюдали, пытаясь просчитать, прогнозировать политику страны, особенно экономическую, что дальше будет. И второй пункт, это дожди. Вот в день, когда у нас была анагурация президента, Анкару просто заливало. Настолько поток воды был сильный, что там видео, но я такого даже не ожидала, честно говоря, никто не ожидал. Это очень многие информагентства мира облетело видео. Дом стоял под углом, как бы, да, то есть дорога, дом стоял в низине, высокий дом многоэтажный, и была такая асфальтная дорога, и по ней истекала вот эта дождевая вода. Но у него был такой огромный поток, что она затекла туда, вот в карман, как бы, в низину, где дом стоит, и этим потоком просто она попала в подъезд, и начало топить внутри этот дом, квартиры, и вышла вода через балконы людей, вынося с собой мебель, одежду, какие-то домашние утвари и все прочее. Интерьер, быт, в общем, просто вымыло людей из их жилья, и это, напомню, это второй, третий этаж был. Вы представляете, это, условно, какой-то поток был, водопад вообще из дома. Топило вообще очень сильно город, к сожалению, еще и Кастаману захватила, с Самсунта потом попозже на других днях, то есть такое, а-ля сильные дожди, а-ля такое наводнение. Есть, к сожалению, даже погибшие нашли машины потом, когда вода зашла, что и там два человека погибших было в машине, они утонули. И из такого социального, с чем люди, как бы, что обсуждали, в Шенлы Урфа полицейские, скажем так, накрыли, задержали, ну, кафе, можно так, да, называть, это лаканта, да, это такое кафе, эконом-варианты, где обычная, стандартная, традиционная столовка, вот, по-русски это было бы столовая, да, традиционная кухня, там всякие супчики, рисик, там, чай, все такое прочее. Задержали в этой лаканте, как бы, нашли, для начала это было 500 килограмм тухлого мяса, это было и курица, и котлеты, в общем, разное направление мяса, но началось с курицы вообще, потом выяснилось, что там были еще и котлеты, а потом посчитали, что им удалось переработать около 500 тонн этого мяса, то есть они изначально покупали, как бы, реализовали тухлое, уже пропавшее мясо, отмачивали его в растворе хлорки, прямо они нашли эти контейнеры, есть фотографии в интернете, где, ну, контейнеры-то, как бы, так сказать, емкости, в которых плавали туши куриц в хлорке в прямой, да, убирали этот запах, ну, там чистая тухлятина была, потом перерабатывали и готовили еду, это и также вот котлеты всякие, куриные, в основном это на курице история была, и они заплатили штрафы и ничего не закрыли, и они продолжили функционировать. Сначала эта новость так пролетела, особо на нее не акцентировали внимание, но когда это копнуло, скажем так, эти блогеры копнули, вот скрылось то, что они регулярно работали, и людей возмутило то, что кафешку эту не прикрыли, они заплатили штрафы, все обнародовали, там, адрес, название, но они продолжили работать, что, в принципе, вообще-то не должно этого быть, они должны поднести не штрафы, а уголовную ответственность. Представьте, сколько людей они вообще вот этим объемом, оборотом своим могли отравить или лишить жизни в хлорке. Это вообще, эту тему скопнули блогеры, разные повары в ТикТоке, в Инстаграме особенно, турецкие вот это поварная, как назовем, да, культура питания, блогеры, кто про готовку к кулинарию, они очень здесь популярны, их очень много, потому что турки любят готовить про еду, они фанаты еды, и такие инфлюенсеры, они имеют много подписчиков, миллионы, сотни тысяч, и вот эти блогеры начали эту тему поднимать, что типа, алё, как бы это опасно вообще, вы посмотрите, что происходит. Дальше тема со временем, она, конечно же, заглохла, не развивалась сильно, вот пока что на данный момент никакой новой информации. Как многие ожидали, улучшение по поводу ВНЖ, уменьшение отказов после выборов, если останется партия правящей Эрдогана. Знаете, прошло две недели, я хочу отметить, что, да, ВНЖ проблемы, это туристические ВНЖ, либо первичные, либо даже вторичные, отказов очень много, кому-то дают, кому-то нет. Вот мой личный опыт среди моих знакомых, что я слышу, одним дали, продлили на следующий год вообще без проблем, и несколько, я знаю, человек, кому также отказали уже после выборов, и они в течение 10 дней должны были покинуть страну и уехали. То есть каких-то кардинальных перемен не последовало. Улучшений, и мы прям заметили, какой-то прогресс тоже не было. Если у вас есть информация на эту тему, именно проверено, да, ваших знакомых, кто здесь живет и так далее, они где-то в интернете, я у кого-то услышала, этих чатов везде много, это слухи, если у вас есть проверенная информация из источников ваших близких, напишите в комментариях, очень интересно, послушайте, как вы ощущаете, изменилось что-то или нет. Я могу на своем, скажем, информационном пузыре сказать, что не особо что-то изменилось. Очень просел внутренний туризм. Сами турки едут гораздо меньше отдыхать, экономят, в отличие от того, что было даже в прошлом году, в постковидное время, потому что дорого. Цены высокие, доллар высокий, сейчас еще инфляция подтянется, через пару недель, как доллар скаканул, все подорожает. Соответственно, люди стараются экономить. Но плюс мы еще живем в таком климате, очень многих есть там дачи у моря, там, не знаю, родственники у моря живут или в селах и так далее. То есть это становится вот таким туризмом, не, знаете, каким-то диким, назовем, да, кроссовником съездить, но не там в отеле на какую-то тусовку, какой-то тур себе покупать и так далее. То есть большая часть людей не могут себе позволить отпуск, или не в той мере, как раньше, или боятся перемен каких-то ухудшений экономической ситуации именно на отпуске в этом сезоне, стараются сэкономить или как-то по-другому провести время. То есть это стала та статья расхода, которую можно с удовольствием ужать и, скажем так, риски какие-то предугадать и сэкономить деньги. Ну и напоследок, сегодня назначили, но официально, это слух был еще вчера, но сегодня подтвердили, что назначен новый глава Центробанка и впервые в истории Турции главой Центробанка стала женщина, причем очень молодая, успешная карьеристка, но, как ни удивительно, у нее очень большая карьера и опыт за границей, в частности в Америке, она с очень ключевых позиций. Но она турчанка, пригласили ее сюда на работу, она здесь в Турции еще и работала, но, все условно, у нее такой западный бэкграунд. За ней, что очень даже, да, как бы удивительно интересно, что взяли женщину с таким бэкграундом, с историей, посмотрим, что из этого выйдет. Вот люди очень много надежд вкладывают в политику Центробанка и нового министра экономики Турции, что все будет, скажем так, улучшено. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь снять видео или на них ответить. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих, актуальных новостей Турции каждый день. Если вам лень и не терпится ждать каждый мой новый выпуск на YouTube, заходите в Telegram, подписывайтесь, там будут самые свежие новости. Спасибо за внимание, жду ваши лайки, подписки, распространяйте это видео в соцсетях. Делитесь им. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok